История кыргызского народа насчитывает более 2200 лет. Откуда эта цифра? Сейчас мы попробуем ответить на этот вопрос. 209 год до нашей эры на сцену вышел великий кунский полководец Модэ Шанью. Как уместить многовековую историю Кыргызстана в 20 выпусках, длительность каждого из которых всего 3 минуты, причем сделать это не только лаконично, но и на совершенно доступном языке. Джалил Муканбетов знает. Он руководит компанией Тентек. Это группа из 20 человек, художники, мультипликационного кино, сценаристы, монтажеры и не только. Наша компания занимается двумя направлениями. Это коммерческая анимация, реклама, видео. И второе направление – это наши собственные проекты. Мы делаем киберпанк-анимацию, мы делаем проект по Манасу и мы сделали проект по истории Кыргызстана. Каждый год набирает просмотры, потому что у детей экзамены в школах. Очень много благодарности. Некоторые едут в маршрутке и за 10-15 минут подготавливаются к экзаменам и получают пятерки. Компания молодая, но уже успешно монетизирует свой креативный контент. Все происходит на популярных платформах, включая YouTube и TikTok. Эта индустрия не требует больших вливаний, рассказывает креатор Джалил Муканбетов. Доля креативной индустрии в экономике Великобритании, например, составляет 5%, а это порядка 100 миллиардов долларов. В целом это прибыльное дело, потому что в любом случае есть поток клиентов, есть еще перспективы от того, что наши проекты не только в Кыргызстане будут показываться. И сегодня уже предлагаем большим стриминговым сервисам, таким как Netflix, Disney, предлагаем работу. Нам сейчас нужен парк креативных индустрий. Это возможность для креативного сектора и объединиться, и разработать четкие правила игры, и возможность готовиться для выхода на международные рынки. Для государства это возможность повышать экспортный потенциал. А парк креативных индустрий будет создан. Кроме того, должна быть утверждена концепция развития этого направления. До октября разработают и пакет нормативных правовых актов. Для поддержки и повышения творческого и интеллектуального потенциала человека, развития инновационных процессов, а еще создания новых возможностей для предпринимателей, президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызстана. С учетом того, что у нас ежегодно около 100 тысяч молодежи, возможно, по прогнозам, выходят в трудовой рынок, общество очень открытое, свободно мыслящее. Это все влияет на создание неких таких инновационных творческих продуктов. И потенциал очень большой, в связи с чем президент обратил внимание на это. Будет отдельный режим, отдельные условия для стимулирования, чтобы у нас как-то началось развиваться это направление. Для Кыргызстана это направление новое, но оно уже стремительно набирает обороты. И, например, искусство, ремесленничество, креативный контент тоже могут и станут важной составляющей экономики страны. И здесь важно определить классификацию креативных индустрий. Наше видение – это, что креативные продукты, высокомаржинальные, с экономической ценностью, будут экспортироваться на мировые рынки развитых стран из Кыргызстана. То есть, есть такой у нас лозунг, как «Джаратман Кыргызстан». То есть, мы хотим сделать Кыргызстан созидающим. Вот яркими и большими представителями этой группы являются наши ремесленники Кыргызстана, художники, цифровые художники, которые сейчас развиваются, также IT-продуктовые компании, моды, дизайн, кто в этой сфере работает. Также архитектура тоже относится к этому. В мире сегодня участниками креативной экономики являются не только деятели культуры, но и создатели творческого, обучающего и развлекательного контента на интернет-платформах. А это и блогеры, и инфлюенсеры. Ежегодно увеличивается и количество заинтересованных рекламодателей и инвесторов. Объем мирового рынка креативных индустрий составляет сотни миллиардов долларов. По оценкам мировых деловых изданий, уже через год эта цифра превысит триллион долларов. А я Надюшикеева, Азамат Джапаков, Аллато 24.